МАРМОН Переходим к разговору о книге Мормона. Книга Мормона. Вторая главная центральная книга мормонского канона. Для начала, что представляет собой книга Мормона? О чем в ней говорится? Основная часть книги Мормона, как утверждает церковь святых последних дней, представляет собой летопись народа, который якобы жил где-то на американском континенте в период с 600 года до н.э. по 421 год н.э. Здесь нужно иметь в виду две очень важных особенности. Во-первых, эти даты достаточно приблизительны и появились в книге Мормона только в одном из изданий уже в 20 веке. То есть изначально в книге Мормона этих дат не стоит. Это современная гипотеза мормонских ученых, мормонских специалистов по книге Мормона. Во-вторых, очень важный момент, что это летопись народа, жившего где-то на американском континенте, потому что до сих пор еще ни один мормон не сумел с точностью показать, где же находятся те места, те города и те конкретные области, о которых речь идет в книге Мормона. То есть до сих пор, когда мормоны проводят экскурсии в Центральной Америке, они говорят о том, что здесь, возможно, находился тот или иной город, здесь, возможно, происходили те или иные события из книги Мормона. Точно еще ни один археолог, ни один мормон установить соответствие между книгой Мормона археологии, географии и нового света не сумел. Начинается история книги Мормона с того, что в первый год правления иудейского царя Сидекии Бог повелел одному праведному жителю Иерусалима, израильтянину из полуколена Монассена по имени Легий, ввиду приближающейся гибели Иерусалима, это было незадолго до 586 года до нашей эры, когда Иерусалим должен был пасть под натиском вавилонян, повелел ему покинуть город и уйти в пустыню. В пустыне Бог обратился к одному из сыновей, Легия, которого звали Нефий, и повелел ему построить корабль и перевести всю свою семью и всех своих родных через Атлантический океан в Новый Свет, на территорию нынешнего американского континента. На американской земле после смерти Легия некоторые из его сыновей подняли восстание против Нефия и против Бога, ждать отчего потомки Легия разделились на два народа, праведных нефийцев, потомков Нефия, и неправедных нечестивых ламанийцев, потомков второго сына Легия, которого звали Ламан. Последних ламанийцев за нечестие и противление Богу Бог наказал. Каким образом? Бог наказал их темной кожей. И именно поэтому в течение долгого времени, буквально до последних лет, когда это было изменено официально, или упоминание об этом официально исчезло из предисловия книги Мормона, многие мормонские ученые говорили о том, что американские индейцы являются потомками тех самых ламанийцев, тех самых нечестивых людей, которые восстали против Бога и его пророка Нефия. Дальнейшая история книги Мормона представляет собой историю борьбы этих двух народов, нефийцев и ламанийцев, в ходе которой ламанийцы полностью истребили нефийцев за время их существования. Последний оставшийся в живых нефийц, которого звали Мароний, зарыл летописи своего народа на холме под названием Кумора на территории будущего штата Нью-Йорк, где их спустя 1400 лет якобы нашел основатель церкви мормонов Джозеф Смит. Почему эта книга называется книгой Мормона? Потому что отец Марония, последний вождь нефийцев, он собрал все летописи своего народа и для удобства переписал их в более кратком виде на одну стопочку золотых пластин. И поэтому эта книга, все это собрание летописей, называется не книгой Марония, а именно книгой Мормона по имени последнего пророка и последнего вождя нефийцев. Одна часть книги Мормона, так называемая книга Ефера, стоит особняком. Этот текст, якобы найденный нефийцами на американском континенте, рассказывает о судьбе предыдущей группы переселенцев, которые назывались иоридейцами, то есть потомками Иореда. Эти группы людей якобы переселилась на американский континент еще во времена Вавилонской башни. И они тоже там прожили какое-то время и потом полностью исчезли с лица земли. То есть к моменту, когда туда приехали нефийцы, от иоридейцев уже ничего не осталось. Они полностью истребили друг друга в ходе ряда междоусобных войн. Несколько слов о претензиях к книге Мормона. Какую роль отводят книги Мормона богословия Церкви Святых Последних Дней? Книга Мормона — это главный образцовый труд Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Джозе Смит говорил о ней, что это самая верная изо всех книг на земле, ключевой камень нашей религии, и человек будет к Богу ближе через выполнение ее наставлений, чем при помощи любой другой книги. Один из потомков, вернее, один из последующих президентов Мормонской Церкви, если быть совсем точным, четвертый президент Мормонской Церкви, однажды объяснял значение книги Мормона так. Он положил книгу Мормона на край стола и сказал, что если положить на другой край стола все остальные книги, которые когда-либо были написаны, то книга Мормона их все перевесит, потому что это главная книга, в ней содержится все, что необходимо. Однако столь высокая оценка книги Мормона, которая была дана ей Джозефом Смитом и его преемниками на посту президента, не соответствует действительности. Хотя Мормоны утверждают, что в этой книге находится вся полнота вечного Евангелия Иисуса Христа, на самом деле в книге Мормона не найти многих учений, которые необходимы для того, чтобы человек в конце жизни мог стать Богом. И эти учения были даны впоследствии в других откровениях, записанных в других книгах. Книга Мормона сама по себе этих учений не содержит. Более того, отчасти даже противоречат этим учениям. В книге Мормона нет учения о многобожии, нет учения о вечном прогрессе, нет учения о многоженстве, нет учения о храмах и храмовой работе, нет учения об аароновом священстве, то есть о многих-многих других вещах, которые Смит учредил в своей церкви после издания книги Мормона. Особенно важно, что книга Мормона вообще ничего не говорит о храмовых таинствах, без которых человек на то, чтобы стать Богом, рассчитывать просто не может. То есть, по сути дела, прочитав только одну книгу Мормона, человек не может стать ближе к Богу, потому что между ними и Богом по-прежнему останется огромная пропасть, которая непреодолима без выполнения тех обрядов, ритуалов, которые можно совершить только в храме. Более того, книга Мормона не полна, если подходить к ней с теми же самыми мерками, с которыми Мормоны подходят к Библии, потому что в книге Мормона точно так же упоминается целый ряд книг, которые в книге Мормона не существуют, они там отсутствуют. Например, памятная книга нефийцев, 3-й Нефий, 24-16, слова пророков Зиноса, Зинока и Наума, 1-я Нефий, 19-10, Иаков 5-1, Медные листы Лавана, 1-й Нефий, 3-3, Получение царя Вениамина, Моссия 1-8 и так далее. То есть, понимаете, да? Мормоны говорят, что Библия не полна, потому что в ней упоминаются какие-то книги, которых в Библии на самом деле нет, но в книге Мормона тоже упоминаются книги, которых в книге Мормона нет. Однако Мормоны на этом основании не делают вывод о том, что книга Мормона является неполной. Учение книги Мормона. Один из самых видных богословов в Мормонской церкви, апостол Брюс МакКонке, писал, «Почти все учения Евангелия излагаются в книге Мормона с гораздо большей ясностью и совершенством, чем те же самые учения, открытые в Библии. Всякий, кто поместит в параллельные колонки учения этих двух великих книг, найдет убедительное доказательство превосходства учений книги Мормона». Без всякого сомнения, в этом утверждении есть небольшая доля истины. Естественно, что когда мы возьмем книгу, которая написана одним человеком на протяжении нескольких лет его земной жизни, она должна быть более однородной, чем книга, которая писалась с сорока авторами на протяжении нескольких сотен лет. Полутора тысяч фактически лет. Однако на самом деле, когда мы сравниваем писание с книгой Мормона, картинка получается прямо противоположна. Писание Библии совершенно уникальным образом согласуется между собой во всех своих частях. А книга Мормона, написанная одним человеком, при его земной жизни, полна противоречий, неувязок и более поздних дописок и исправлений. И учение, которое излагается в этой книге, совершенно не так ясно и не так совершенно, как Мормоны хотели бы об этом сказать. Интересно, что Марк Твен, который известен был своим саркастическим изучением к религии, когда-то написал один из своих рассказов, или эссе по поводу книги Мормон, назвал ее самой скучной книгой на Земле. Это на самом деле правда, потому что книгу Мормона безумно скучно читать. Это безумно тоскливая книга, в которой есть бесконечное перечисление имен, фактов и фамилий и очень мало содержания. В отличие от писания, где на самом деле огромной глубины текста, огромной глубины пророчества, совершенно невероятной по красоте текста, книга Мормона даже рядом не стояла с тем, о чем написано в писании. Поскольку книга Мормона была первым сочинением Джозефа Смита, которое он написал и издал, естественно, она не могла содержать теоретические идеи, которые у него впоследствии в голове появились. Удивительно то, что до сих пор некоторые высказывания книги Мормона по некоторым вопросам гораздо более соответствуют христианскому учению, чем современное учение мормонской церкви. То есть, по сути дела, в ряде моментов книга Мормона противоречит современным учениям Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Например, книга Мормона утверждает, что Троица суть один бог предвечный. Второй Нефий 31.21 и Алма 11.44. Хотя мормоны официально отрицают учение о Троице и называют это первой величайшей ересью христианской церкви. Книга Мормона говорит, что есть только один бог и что кроме него нет других могов. Алма 11.28.29. Хотя мормоны официально говорят о том, что существует множество богов. Как говорил один из мормонских пророков Бригем Янг, мы не знаем сколько существует богов, но знаем точно, что не было времени, когда богов не существовало вовсе. Книга Мормона говорит, что бог есть великий дух, Алма 22.9.31.15. Хотя мормоны считают, что бог на небесах это возвышенный человек, обладающий плотью и костями, таким же, как обладаем мы с вами. Книга Мормона говорит, что бог не изменен от века и до века. Мароний 8.18, 2. Нефий 27.3. А церковь мормонов утверждает, что бог некогда был человеком и потом в процессе послушания вечному Евангелию развился и стал богом, точно так же, как и мы с вами можем сделать, если будем верны учению мормонов. Любопытно, что в момент работы над книгой Мормона Джозеф Смит, видимо, был бесконечно далек от мысли о многоженстве. Любопытно, что в момент работы над книгой Мормона Джозеф Смит, видимо, был бесконечно далек от мысли о многобожии. Это не значит, что его идеи были ортодоксальными. На самом деле он ушел в совершенно другую крайность, потому что книга Мормона, по сути дела, проповедует модализм учения о том, что существует всего одна божественная личность, когда Отец и Сын и Дух Святой являются одной и той же личностью. И именно поэтому он пишет, книга Алма, 11 глава, 38-39 стихи, «Сын Божий есть самый Отец вечной неба и земли и всего в них сущего». Книга Мося, 15 глава с 1 по 5 стих и книга Ефера, 3 глава 14 стих, говорят о том, что Иисус Христос есть Отец и Сын одновременно. Таким образом, в книге Мормона Джозу Смит не только не проповедовал современное учение мормонов о Боге, но и ушел в прямо противоположную нехристианскую крайность, проповедуя учение о том, что вместо Троицы, которую мы с вами знаем, о которой говорит Писание, существует одна божественная личность, которая периодически является то Отцом, то Сыном, то Святым Духом. Учение, которое называется Савельянством, которое было осуждено во II-III веке. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а что обозначает слово «мормона»? Слово «мормон» — это на самом деле имя последнего великого вождя народа нефейцев и одновременно автора той сокращенной версии нефейских рукописей, которую Джоус Смит якобы нашел в виде золотых листов. То есть, это имя собственное. Хотя существует целый ряд версий о том, откуда Джоус Смит мог взять само это слово «мормон». Все эти версии, по большей части, носят такой сенсационный характер, потому что за всеми ними стоит такая вот клубничка какая-то, то есть, какая-то такая нехорошая реальность. На самом деле, скорее всего, Смит просто выдумал это название. Но версии существуют такие. Опять же, я не считаю, что ни одна из них правильна, но тем не менее, вот такие варианты. В сатанинской Библии есть дух по имени Мармо, но не надо забывать, что в сатанинской Библии было написано гораздо позже, чем Смит написал свои все вот эти штуки. Некоторые говорят о том, что в китайском языке, в китайском, почему в китайском, слово «момон» обозначает ворота в ад. Но я говорил с людьми, которые знают китайский язык, они говорят, что немножко в измененном варианте та же самая фраза «момон» может означать «дорога к жизни» или «дорога к спасению». Я уж точно не помню. Есть более простые варианты, которые говорят о том, что в Америке водится какая-то птичка, которая называется очень похожим образом. Но, скорее всего, Смит просто выдумал это название, потому что он показался ему красиво звучащим. То есть, каких-то реальных прецедентов на самом деле у этого имени не существует ни в истории, ни в летописях. То есть, мать Смита рассказывала о том, что еще в детстве он, садясь перед камином, мог просто из головы, безо всяких книжек, выдумывать целые цивилизации, населять целыми народами какие-то страны, придумывать имена царей, имена людей, которые там жили, придумывать им биографии. То есть, в общем, он с детства этим занимался и вполне вероятно, и вероятнее всего даже, что это имя просто выдумано. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok